Привет, друзья! Сегодня воскресенье, 13-е, время 14.44. Вот подумал, что в таком ракурсе тоже будет неплохо снять сегодняшние мои повествования или разглагольствования, которые я хочу посвятить Украине с небольшими отклонениями в сторону Великобритании, в которой пока все нормально, трафика полно, все хорошо. Просматривая время от времени то, что происходит на моей ныньке, то есть в стране проживания бывшего, в стране, где проживали мои деды, прадеды, отец, куда история уходит корнями довольно-таки глубоко и далеко, вглубь, вширь, вкось. Ну, не об этом, а выскажу свои пожелания о том, что же можно изменить или каким я вижу Украину будущего. Ну, начну, наверное, с помпезных вещей о том, что Украина в силу исторических событий или в силу исторического опыта, должна быть определена как монархическое государство, то ли конституционного, то ли выборная монархия. Это вопрос деталей, которые должны обсуждать старейшины родов, проживающих на Украине. Почему монархия и почему выборная? По одной простой причине, что Киев или Украина, Киев точнее, это Русь, это никакая не окраина, это центральная часть, которая даже во времена французского варварства оставалась и остается на духовном уровне всегда столицей и центром русов или людей светлых. Не только светлых по образу и обличию, но и светлых по мыслям своим, которые видят прежде всего это коллективное хозяйствование, принятие коллективных решений, персональная ответственность за взятые на себя обязательства. Это испокон веков было. С тех пор, а точнее с началом прихода в Русь или с тем, как Татаро-Монгольская империя или Татаро-Монгольская ига, ига государства, приближалась к границам Киевской Руси, то есть государства светлых и святых людей, первыми лазутчиками, которых по понятным причинам приняли русы, столица которых была в Киеве. Это были торговцы еврейского происхождения, цель которых была разведка, разнюхивание, разведывание и доклад, естественно, своим на то время монгольским, Татаро-Монгольским назовем, хозяевам, которые за деньги работали для последних, чем приближали разрушение Киевской Руси, как столицы центральной части европейской цивилизации, как бы это ни выглядело странновато, да, Но так именно это было. Почему я об этом говорю? Потому что спустя почти тысячу лет абсолютно так же повторяется ситуация. Тысячу лет назад государства Востока пробивали путь в сторону светлого города Киева, и пробивали путь торговый на восток, но пробивали его военным путем, военными методами. Разведка, вынюхивание и ударные силы в наиболее слабые места. Постепенно смешивание с местным населением, уничтожение непокорных, но со временем очистка сознания и очистка русской идеи проходит, и несмотря на то, что уже новая украинская, татаро-монгольская или китайская, восточная идея подталкивает одну часть Украины на другую часть Украины, для того, чтобы не было объединения и не было силы противостояния надвигающейся восточному нашествию, в Азии такой, с целью захвата главных ворот входа в Европу через Киев. Поэтому и происходит вот это противостояние восточных и западных идеологий именно по Днепру, именно на территории Киевщины или в столице нашей Родине, городе-герое Киеве. Но какой же выход от всего этого? Выход один. На протяжении определенного промежутка времени рано или поздно силы света поймут, в чем заключаются основные проблемы в том, что град светлых людей, город Киев, постоянно терпит неудачи по одной простой причине, что засланные казачки и лазутчики постоянно доносят в степи информацию к своим повелителям, которые дают возможность им обогащаться. И для того, чтобы эту крепость и город повалить на пути вхождения на европейский континент со своими товарно-мышечными объемами, обогащениями, борьба будет очень сложная. Не каждый меня поймет, не каждый понимает, о чем я говорю, но я говорю не для тех, у кого разум и генетические коды замутненные в силу ряда причин, а для тех, кого Божье проведение приведет и приводит к пониманию святости и правильности пути, который я хочу вам обозначить, что Киев и Украина, современная территория Украины, должны стать своеобразным пропускным пунктом товарно-мышечной массы поднимающегося востока на территорию европейского континента. Но именно вот этот раздел, водораздел по Днепру в сторону запада, именно Руси, Киеву, Украине современной, с ее современным названием и предстоит отсекать мышечную массу от товарной. А на этом можно, если вы уже хотите в этом сумасшедшем мире зарабатывать деньги, и является уникальное местоположение современной Украины в масштабах, в планетарных масштабах, а точнее, допустим, на европейском театре экономического взаимодействия. поэтому главной задачей тех, которые думают, что они могут что-то сделать, является очистка всех властных структур от засланных казачков, цель которых я уже объяснил, это разрушение града на холмах, на кручах Киевского, Киева, находящихся вдоль святой реки Днепр, и установление на территории современной Украины новой русской светлой монархии, цель которой будет восстановление социальной справедливости и урегулирование взаимоотношений между Востоком и Западом. Именно эта граничащая крепость монархия и послужит в последующем. Связь, к сожалению, прервалась. Я уже говорю, что я говорил, говорю, что я делаю свое повествование по ходу своего движения с панели автомобиля так относительно безопасно и дает мне возможность использовать появившееся время во время движения наиграть свое повествование. Так вот, именно град на Днепровских кручах должен быть прежде всего очистен, очищен от вот этой ветхозаветной нечисти. Ну, нельзя сказать нечисти, то есть группы людей, которые выполнили свои условия, показали, где наши слабые места, и поэтому по законам неба и по всем космическим законам произошла смена космического цикла и мы входим в новый путь, на котором нам открываются колоссальные возможности восстановления силы и мощи государства, которое было, повторюсь, в то время, когда во Франции ловили блох короли на своем теле, не блох, а там всяких вшей, когда князья украинские или по-европейски короли, монархи, правильнее монархи, осуществляли свою уникальную деятельность по разграничению восточной европейской культуры, благодаря тому, что на Киевских холмах стояла мощнейшая государственность по тем временам, значение, которое замалчивается до сегодняшнего дня всеми этими же библейскими пророками, мудрость которых отрицать нельзя и бессмысленно, но так как произошла смена эпох и прилив новых энергий, нужно себя четко осознавать, что глупо отрицать восход солнца и движение его по небосклону, точно так же глупо отрицать происходящее в Китае и выстраивание и встраивание бывшей территории Советского Союза в новый шелковый путь, который упрется в светлый град на Днепровских кручах город герой Киев. Жители Китая очень сильно боятся Беларуси, несмотря на то, что с ней торгуют, несмотря на то, что пропихивают туда в огромном количестве всякий потреб и непотреб, они боятся белорусских болот и боятся того, что может произойти впоследствии. Беларусь постепенно погружается в пучины Атлантики, там разных морей, но это ни завтра, ни послезавтра и ни в ближайших 50 лет. Но в любом случае, если стоится путь из востока на запад, то этот путь закономерен. Я сейчас такими философствую. В любом случае солнце восходит на востоке, движется на запад. И вот главное сейчас проживающим на Украине людям, людям и человеком задуматься и начать строить новую государственность. Потому что все вот эти советские эксперименты, советы что-то решали, но это приближенно было к каким-то монархиям, но опять же, когда монархию возглавляет бизнесмен, назовем так, который думает только лишь о собственном кармане, что произошло в поздние годы советской власти, и ну в общем, ладно, о ранних не буду говорить, то ничего хорошего не получается. И начиная с 91-го года, когда Украина выбрала новый свой путь в никуда, и все время, начиная со второго президента Украины, каждый последующий был просто обычным делком, или думающий, что он делок, в окружении делков восточных, которые сейчас все находятся на западе с колоссальным добром, которое создавалось сотню лет, это говорит о том, что выборная монархия, это наиболее правильный путь, который предстоит преодолеть стране, пока еще с названием Украина. Как же должна строиться эта новая монархическая единица на границе Европы и Азии? Очень простым путем. То есть Украина обладает какими-то своими землями, территориями, которые в силу исторических событий можно определить на каких-то четыре таких сектора восточный, западный, южный, северный, ну и естественно центральный, где монархия будет находиться. Монархическое едиство. Поэтому вот этих четыре основных сектора после определенной сепарации, селекции должны объединиться, ну западный можно легко определить, это Львовская, Франковская, Черновицкая, Тернопольская область. Волынь, я бы не относил туда, это совсем другой регион, который может и должен быть обозначен немного по-другому. Вот, точно так же должны быть организованы другие такие края, четыре края и центр, которые выберут своих представителей и из них уже будет выбираться управляющий, который будет управлять или во время своего жизненного цикла, или до тех пор, пока он не приступит неписанные законы неба на территории нашей Родины. И здесь я не буду говорить о хапугах, барыгах, те, которые думают о бизнесе, те, которые думают о шекеле, долларе, или еще какой-то резаной бумаге, я говорю о том, о оценации, которая будет думать о стране. Это не исключает взаимодействие с западными, с восточными, с другими партнерами, потому что именно Украина, как пуповина связывающая Восток с Западом, должна стать центром управления движения с Востока на Запад. Не буду говорить сейчас происходящие процессы на североамериканском континенте, они рано или поздно утрясутся, но в любом случае североамериканский альянс теряет свое значение и там хватит на ближайших 12 лет внутренних проблем и центры этого управления Атлантический он будет постепенно терять свою силу и значение. А для того, чтобы произошло восстановление, восстановление силы духа и осознания нашей роли и значимости в будущих процессах нужно, чтобы люди и человеки, которые понимают то, о чем я говорю, начали без всяких прокламаций и создания активных вибрационно-информационных центров просто молча работать над поставленными задачами. нужно четко понимать, что именно эта уникальная возможность, открывающаяся нам в ближайшее время, естественно, связь с черноморскими государствами, но чисто на совещательном, на таким, на, ну как бы, советами такими, ни далее, ни более. И четкое осознание о том, что вот эта разведка должна быть отстранена, отодвинута как можно дальше, для этого должны локальные силы найти в себе силу и начать объединяться для реализации поставленной задачи. Но возникает очередной вопрос, как же определить вот этих разведчиков или лазутчиков, которые работают для уничтожения врат прохождения и уплаты таможенной на пошлиной на Тередонии Града на Днепровских холмах. Очень просто. Это генетические смеси, это те, которые показали себя за последних 30 лет и определили себя своеобразным поведенческими реакциями. все есть. На страницах того же Форбса и других изданий можно четко проследить вот эту всю нерукотворную братью и начать их просто отодвигать на задние роля. Я не говорю, что каждый имеет право на присутствие, но присутствие это должно быть определено нахождением на определенных нишах. Есть ли силы? Да, силы есть. Даже когда будет казаться, что все пропало, ничего нету, нету будущего, сразу говорю, силы есть. Многие шифруются, многие маскируются, многие прячутся за всякие родноверческие другие течения, но помните, что правильных людей можно определить только лишь сердцем и небо само покажет, кого выбирать или кого не выбирать. По делам можно определить, какому лагерю принадлежат те и другие выдвиженцы. Поэтому та система государственного управления, которая существует на Украине, я считаю ее, я лично считаю ее, несостоятельной, это подтверждение всей ста столетней истории, уже не говоря о последних тридцати годах, когда не варяге, а когда хазары показали, что они могут, они управлять не могут, да, они прекрасные торговцы, но не более того, но не строители, и только лишь строитель и правитель в хорошем и правильном взаимосочетании с торговцами могут построить град на Днепровских кручах, в той силе, к которой мы все будем стремиться. Но запомните на всю свою жизнь, тогда, когда торговец и барыга становятся лидером государства, с того момента государства начинает терять, терять и превращается в те в лохмоте, в которые превратилась нам известная сегодняшняя современная Украина. Поэтому выбирать высшую должность монарха на территории современной Украины может быть только лишь съезд или совет представителей от округов. Но никак не народ. Народ будет выбирать своих представителей на местах, которые будут выбирать верховного правителя или монарха до времени его или завершения исполнения. Никакой наследственной власти. В этом и уникальность украинского или русского эксперимента на территории современной Украины. Кто будет в этом процессе участвовать будет благословлен, кто будет противодействовать, тот будет проклят. Это я вижу и это будет осуществляться. Теперь, какие основные направления движения новой монархии, нового государства? Это прежде всего не попытка восстановления индустриальной мощи. Мы уже это потеряли, мы уже упустили фактор времени. Это мощнейшая индустриальная база построена в Китае, построена в той же Германии, хотя Германия сейчас не в том положении, но вместе с тем, думаю, Великобритания, если она восстановит свою индустриальную мощь и инженерный корпус высочайших технических достижений, каким она была в прошлом. А Украина должна стать тем таможенным пунктом, теми вратами, разделяющими восток от запада. И на этом будет получать свои интересы и самое главное вы должны понять, несмотря на плач многих о потерянной индустриальной державе, что уник повтор. Уникальность украинской земли и уникальность украинского места расположения говорит нам о том, что если Украина возьмет курс на создание экологически чистых, без присутствия каких-либо химикатов или генномодифицированных в угоду человека биологических продуктах, Украина может стать уникальным местом производящим по старинной технологии, пусть даже полуручным методом, самых вкусных, самых высококачественных, селекционно отобранных продуктов питания, за которыми будут труситься в надежде на получение на покупку продуктов питания. Ведь не секрет, что весь мир цивилизованный потонул в генномодифицированных откодах, которые потребляют, которые уничтожают саму жизнь. Украины с ее черноземами, с современными экологическими технологиями украины возникает колоссальный шанс стать центром своеобразной Новой Голландии не только европейского, но и восточного направления. Поэтому на территории Украины должны быть запрещены любые химические компоненты, любые генномодифицированные продукты и компании, которые их представляют. Точно так же это касается здоровья, а я здоровье сейчас не буду брать. Если вам это интересно, и если вы нашли мое повествование полезным и интригующим, я понимаю, что на моем канале малое количество подписчиков, но я доволен и рад определенными результатами, я прошу вот это малое количество подписчиков обсуждать эти идеи, распространять их, и наша основная задача восстановления силы и славы города, предков, русов, светлых людей, не только по цвету кожи, но по образу мыслення сверкающего бриллиантового золотого города на Днепровских кручах. Да будет так с нами наш Бог и с нами наши святыни. Пожалуйста, принимайте активное участие в обсуждении. Мне не нужны тысячи, сотни тысяч комментариев. Мне нужны то, чтобы вы воспалились этой идеей и делали понемножку, незаметно, каждый на своем месте то, о чем я в этих трех повествованиях вам рассказал. С вами канал Кунпери. Бай, друзья!